Лазаревый суббот Это был реально умерший человек, который был погребен в гробе, в пещере. Вход в пещеру был закрыт камнем. И вот на четвертые сутки Господь из этого гроба изводит умершего человека. В пеленах с признаками тления, то есть с несовершенно необратимыми последствиями для человеческой жизни. Это реальная смерть, которая начала разрушать все человеческое естество. И вот этого смердящего, умершего человека, Христос силой своей, изводит из гроба. Общее воскресение прежде твоей страсти, уверяя из мертвых, воздвиглась и Лазаря, Христе Божий. Вот какими словами мы прославляем сегодняшний день. Мы связываем это чудо воскресения Лазаря с общим воскресением всех умерших. И когда люди, рационально мыслящие, не принимая факта всеобщего воскресения, утверждают, а как же может Господь воздвигнуть, воскресить с телами умерших, когда от них даже праха не осталось, то ответ простой. А какая разница между растлевающимся человеческим естеством, который четыре дня, как уже, переступил границу жизни и смерти, и с теми, кто переступил эту границу в более продолжительное время? Да, действительно, воскрешение Лазаря есть великий акт, свидетельствующий о силе Божией, способный воскресить весь человеческий род. И именно так весь человеческий род будет изведен из гроба во времена второго пришествия Господа и Спасителя на страшный его суд. Поэтому воскрешение Лазаря имеет огромное историческое значение, когда мы, оборачиваясь вспять в историю, всматриваемся в это дивное свершение Господом нашим Иисусом Христом. Но сегодняшний день имеет и эсхатологическое значение. Он показывает нам, что произойдет с каждым из нас, что произойдет с родом человеческим. Во втором пришествии Господа и Спасителя, когда во славе Господь явится, чтобы судить живых и мертвых, мы все с телесами нашими воскреснем, и те, кто будет достоин, выйдут в средение Господа и Спасителя.